Здравствуйте, дамы и господа! В этом видео мы рассмотрим стратегию, которая называется «Провидец». Думаю, всем вам известно, что бывают сделки хорошие, а бывают не очень. Бывают сетапы, сигналы для входа в рынок хорошие, а бывают те, которые оканчиваются либо убытком, либо же какой-то незначительной прибылью, либо же закрываются по нулям. Тем самым мы подходим к тому, что есть сетапы качественные, а есть некачественные. И, думаю, все вы сталкивались с таким, когда вы видите какой-то сигнал в сделку для входа в рынок, вы собираетесь войти, но видите, что этот сигнал не очень хороший, вы начинаете сомневаться, но все-таки все равно входите в рынок. Почему? Потому что хочется как можно больше сделок, как можно быстрее ухватить какую-то прибыль, и в результате вы берете некачественные сигналы. Какой выход из такой ситуации? Ведь хочется брать только качественные сделки, но хочется, чтобы таких сделок было много, все было быстро, вы торговали постоянно и так далее. Единственный выход в данной ситуации – это наблюдать за большим количеством пар и при этом отбирать только качественные сделки. На некачественные сигналы не отвлекаться. И, конечно же, пары должны быть не связаны друг с другом, то есть сильно не коллегировать, сильно не зависеть друг от друга. Иначе получится, что вы просто входите фактически по какой-то сделке, увеличенным лотом. Но тема коллегации не является темой этого урока. Так что же делает стратегия провидица? Она соединяет в себе концепцию выжидания именно поиска именно качественных сигналов с работой на множестве валютных пар, в том числе и на золоте, и на КФД, так как стратегия эта универсальна. Валютные пары могут использоваться абсолютно любые, в том числе и металлы. Таймфрейм тоже любой. И время торговли круглосуточно, но круглосуточно – это если говорить в общем. Если торговать внутрь дня на каких-то маленьких таймфреймах вроде M5, M15, то, естественно, стоит рассматривать только европейскую и американскую сессию. Дальше, как мы все знаем, торговать не имеет смысла внутрь дня, помимо европейской и американской сессии, так как рынок чересчур спокоен, чересчур мало предсказуем в другое время. Но если вы торгуете по этой стратегии на H4, либо на дневных графиках, то, естественно, здесь круглосуточно. Перейдем к практической части. В терминал файлы стратегии, индикаторы и шаблоны устанавливаются так же, как обычно. По стандартной инструкции ее вы можете найти на нашем сайте. Это redlightpro.ru Итак, как я уже говорил, стратегия универсальна, поэтому вы можете открыть хоть все символы, что есть у вас в терминале графики, и повесить на них шаблон стратегии. При этом таймфрейм, какой вам нравится, такой используйте. Стратегия универсальна от M1. Ну, M1 это, конечно же, слабовато. Для любой стратегии M5 и выше M15, H1, 4 часа, дневные графики. Что любите, на том и можете торговать, на каком таймфрейме вам удобнее. Ну, давайте откроем по умолчанию. Фунт доллара H1, часовой. Ну, пусть так и остается. Правой кнопкой мыши, шаблон. Находим шаблон провидец. Его активируем, и у нас загружается вот такая картинка. Индикаторов в системе немного. Собственно говоря, три. При этом один из них для отображения цены. Вот здесь вот. Просто для наглядности его, в принципе, можете удалить. Какой-то роли особо не играет. Просто для наглядности побольше цена. Также у нас есть индикатор тренда текущего. Вот это вот нижнее окно индикатора. Ну, собственно говоря, зеленый тренд. Зеленые полоски тренд вверх, красные полоски тренд вниз. Тут все очевидно. И непосредственно сам главный индикатор торговой системы провидец, он так и называется, который нам рисует вот такие вот стрелочки. Ну, думаю, вы уже сами догадались, что входы осуществляются тогда, когда стрелочка на графике совпадает с цветом тренда внизу графика. Тогда мы и входим. Но есть один крайне важный момент. Мы входим на свежей смене тренда. То есть, когда только-только индикатор внизу экрана сменился с зеленого на красный, либо с красного на зеленый. То есть, мы входим на первой стрелочке после смены тренда нижнего индикатора. На нижнем индикаторе. Вот появилась вот здесь зеленая стрелка, и при этом у нас свежая смена тренда. Мы здесь можем войти на второй стрелке, четвертой, пятой и так далее. Если мы не входим, мы дожидаемся смены тренда. То есть, мы вошли в сделку при смене тренда на обычный тренд, на тренд вверх, взяли какую-то прибыль. А все мы в сделке по этой валютной паре, в бай, в покупки, больше не входим, пока тренд не сменится на медвежий. Когда тренд сменится на медвежий, на первой стрелке вниз мы входим, берем какую-то прибыль, и все, больше мы на этой валютной паре, пока тренд не сменится на противоположный, не входим. Если вот так вот, что тренд был медвежий, сменился на обычный, но стрелок не было, а потом снова сменился на медвежий, то это нормально, снова входим в медвежий тренд. В общем, нам нужна свежая смена тренда на нижнем индикаторе, на показаниях нижнего индикатора. И входим мы только по первой стрелочке, при условии, что ничего нам не мешает это сделать. Об этом позже. Вам покажется, многие скажут, о, это же скучно, мало сделок, я лучше открою М1 и буду подкидывать монетку. Так будет веселее. Да, естественно, на М1 с монеткой веселее, но в этой стратегии сделки очень качественные, и их количество легко можно увеличить с помощью дополнительных пар. Как я уже сказал, вы можете открыть хоть все валютные пары, металлы, все, что есть в окне обзора рынка. Как найти все символы, которые предоставляет для торговли ваш брокер на вашем типе счета. В окне обзора рынка, правой кнопкой мыши, показать все символы. И вот у вас отобразится, можете открывать графики всего, что там есть, вешать на них шавлонные стратегии, и таким образом вы получите намного больше сделок в единицу времени. Там за день не одна сделка, а 10, 12, смотря какой тайфрейм, смотря какое количество пар. Поэтому лучше меньше, но лучше в данном случае. Мы выбираем качественные сделки, выжидаем, порой долго, но мы торгуем на множественный пар, и поэтому сделок более чем достаточно. Итак, по условиям входа, я думаю, мы разобрались. Нам нужна свежая смена тренда на нижнем индикаторе, плюс стрелочка на окне основного графика. Как ставить стоп-лосс, как ставить цейк-профит? Стоп-лосс мы ставим чуть выше, если это сделка на продажу, и чуть ниже, если это сделка на покупку, ближайшего локального минимума, либо максимума в случае с продажей. Ну, допустим, вот эта вот продажа, где мы поставим стоп-лосс. Мы поставим стоп-лосс вот здесь. На пару пунктов выше ближайшего локального экстремума, в данном случае максимума. Это для сделок на продажу. А для сделок на покупку, ну, допустим, вот эта вот стрелочка, где мы поставим стоп-лосс, чуть ниже ближайшего локального минимума. Он был у нас вот здесь. Значит, стоп-лосс мы ставим вот примерно, где я поставил крестик. Думаю, понятно. Для тех, кто не совсем понимает, как находить локальные экстремумы, в системе есть индикатор, он как бы бонусный. Давайте я вам покажу. Он есть в архиве системы. Находите вкладку вставка, индикаторы пользовательские, и находите индикатор, который называется SR-DOTS, Support Resistance DOTS, точки поддержки сопротивления. Он отмечает автоматом уровни локальных экстремумов. Вот так вот. Но дело в том, что его показания отвлекают внимание, из-за них стрелочки хуже видно, и не всегда этот индикатор показывает правильно. Бывает, иногда он тупит. В основном показывает, конечно же, правильно, но иногда бывает ошибается. Поэтому, если вы его будете использовать, то все равно проверяйте, правильно ли он построил уровень локального. минимума-максимума ближайшего или нет. В целом, лично мне, допустим, он не нужен, так как локальные минимумы-максимумы я и так вижу. Ну, если у вас вдруг с этим проблемы, можете этот индикатор использовать как вспомогательный. шаблон по умолчанию, я его включать не стал, так как, на мой взгляд, он лишний. Итак, со стоп-лосом мы разобрались. Каким же будет цейк-профит? Цейк-профит у нас определяется очень просто. Стоп-лос умножаем на 2, либо на 3. Если стоп-лос маленький, умножаем на 3. Если стоп-лос среднего размера, умножаем на 2. Ну, в данном случае, вот этот вот сигнал. Да, мы входим на следующей свечке после появления стрелочки. Поэтому учитывайте, что всегда дожидаемся закрытия свечи. Потому что пока свеча не закрылась, она сертифически может рационал вскакать куда угодно, и, соответственно, стрелочка исчезнет. Это следует понимать. Поэтому всегда дожидаемся закрытия свечи, на которой появилась стрелочка, и входим в начале следующей. То есть вот у нас появился сигнал на вход в продажи. Мы входим вот здесь, на открытие вот этой вот маленькой свечи. Итак, в данном случае у нас стоп-лос был бы 60-70 пунктов примерно. Соответственно, стоп-лос такой нормальный. Умножаем на 2. 140 пунктов. То есть вышли бы мы примерно вот здесь. Вот где я поставил галочку. Вообще, в целом, для маленьких таймфреймов ниже H1 старайтесь не использовать какие-то большие цели. Умножайте на 2, иногда даже на 1,5 стоп-лос, потому что маленькие таймфреймы крайне нестабильны. Это следует понимать, следует учитывать. Да, когда входить не стоит. Когда стоп-лос чересчур большой. Ну вот, допустим, вот здесь. Ну, у нас здесь явно не свежая смена тренда, но если бы мы рассматривали вход по вот этому вот сигналу, у нас была бы точка входа вот здесь, на открытии следующей свечи после сигнальной. А стоп-лос был бы чуть выше локального максимума. То есть вот здесь. Был бы у нас в этом случае размер стоп-лоса огроменный, аж 150 пунктов, и визуально, очень большой. Когда большой стоп-лос, визуально и в пунктах мы не входим, потому что риск слишком большой, и чтобы получить нормальную прибыль, у нас шансов мало. В общем, когда большой стоп-лос, мы не входим. Запомните это. Да, как я уже говорил, на притроговании утром дня, то есть от M5 до H1, торгуем только на европейской и американской сессии. В остальное время в рынок не лезем. Так, давайте рассмотрим какие-то примеры, чтобы вам было понятнее. Ну, давайте, я уже отметил здесь стоп-лос, чуть меньше работы. Давайте начнем с этой сделки. Здесь, что мы наблюдаем? Свежая смена тренда. Появляется первая стрелочка после закрытия вот этой свечи. стоп-лос мы здесь уже отметили. Он ниже локального минимума ближайшего и равен у нас примерно 55 пунктов. Значит, стоп-лос у нас 55 умножить на 2, 110 пунктов. Можете, это не точная наука теханализ, как мы все знаем, можете округлять до каких-то целых значений. Стоп-лос там был 55, и цик профит можете делать не 110, а 100 пунктов. Почему нет? Либо же рассматривать уровни поддержки сопротивления, если вы их умеете определять. Они применимы к любой стратегии на Форекс. Если вам интересно, у нас есть на сайте урок. Итак, отмеряем 110 пунктов. И примерно вот здесь вот мы бы вышли. Давайте поставим галочку. Да, вот у нас была свежая смена тренда. Мы вошли. Какую-то прибыль получили. Но обратите внимание, когда появляется еще одна стрелочка вверх, мы уже не покупаем. Все, мы ждем смены тренда на медвежий. И только тогда будем входить. Ну вот у нас опять же отмеченный был стоп-лосс. Двигаемся дальше. У нас был бычий тренд. Мы вошли в начале у него в покупки. Затем дождались. У нас появился медвежий тренд. И появился сигнал. Но здесь обратите внимание. Вот мы бы вошли в начале вот этой маленькой свечи. Давайте посмотрим, какой здесь стоп-лосс. Стоп-лосс 70 пунктов. Хоть здесь и отработал цик-профит, но в целом сделку можно было бы и не брать, так как все-таки великоват стоп-лосс и великовато получается цель 140 пунктов. Ну здесь она, конечно, отработала, да, но в целом я бы здесь хорошо подумал. еще внушает сомнение вот этот вот хвост длинный у сигнальной свечи, означающий, что есть сопротивление снизу, то есть есть еще покупатели. Но в целом сигнал отработал. Итак, если бы мы здесь вошли, то дальше уже на стрелочках мы не входим, дожидаемся смены тренда на обычай. Здесь у нас произошла смена тренда и на сигнальной свече здесь у нас был бы стоп-лосс примерно 35 33 пункта. Ну и как мы видим здесь сработал стоп-лосс явно. А вот в этой сделке мы потеряли бы 35 пунктов. Это нормально. Ни одной стратегии не существует безубыточных сделок, двигаемся дальше ждем смены тренда. Да, если сработал стоп-лосс, вот была смена тренда, сработал стоп-лосс и цена снова пошла бы сейчас вверх и появилась стрелочка, мы бы все равно не входили. Мы ждем всегда свежие смены тренда. Единственное, когда вы можете входить на повторных стрелочках второй или третий, если вдруг был стоп-лосс слишком высокий для вас, затем произошел какой-то откат, цена снова двинулась в нужную сторону, появилась стрелочка, и тогда можно уже входить, если стоп-лосс при этом адекватный. Это единственное, когда можно брать повторные стрелки, потому что вы на первой не входили из-за большого стоп-лосса. Итак, далее сменяется тренд на медвежий, появляется сигнал, измеряем потенциальный стоп-лосс, 46 примерно пунктов, значит, сайк-профит у нас примерно 92 пункта, ну вот здесь он как раз и был достигнут ровно. Если бы, ну здесь как бы повезло, чуть ли не пункт-пункт, если бы цик-профит не был достигнут, обратите внимание, эта сделка у нас в 10.00, и что дальше происходит? А дальше происходит уже наступает вечер, 22.00, 21.00, и примерно на окончании американской сессии, вот где-то здесь, стоило бы нам выйти, независимо от цик-профита, независимо от того, что он не сработал, есть прибыль, нет прибыли, закончилась американская сессия, выходим. И в данном случае это помогло бы заработать какие-никакие, но 57 пунктов. поэтому при торговле утре дня, как только заканчивается американская сессия, есть прибыль, нету прибыли, закрываем все сделки. У нас это график H1, поэтому тут также применимы внутридневные правила. Ну и текущий момент, здесь появился сигнал и стоп-лосс потенциальный H93-94 пункта. Такую сделку, естественно, я думаю, это и вам очевидно, и любому очевидно, на H1 такой стоп-лосс не приемлем. Она и визуальна, в этой сделке и визуально стоп-лосс слишком большой. Ну что ж, думаю, вам понятно, как торговать по стратегии провидеться. Это довольно-таки просто. Самое главное, не лезть, когда не надо. Мы берем только первый сигнал при свежей смене тренда. Взять второй сигнал мы можем только, если был какой-то откат, вот здесь чуть был откат, и снова тренд вниз наметился, и при этом здесь был довольно-таки великоватый стоп-лосс, а вот в этой сделке уже был стоп-лосс не такой большой, а, да, 48 примерно пунктов, а в этой, напоминаю, был 70. Уже можно войти. И тут была бы цель 48 на 2 96 и она впоследствии сработала. Да, вот здесь вот, если бы вы посчитали, что здесь стоп-лосс слишком большой, вы могли войти на второй стрелке. То есть на второй и третьей стрелке мы можем входить только если мы первый пропустили из-за слишком большого стоп-лосса. А так вообще дожидаемся всегда, всегда, всегда свежей смены тренда. Вошли начали тренда, взяли прибыль, не взяли прибыль, стоп-лосс сработал, неважно, дожидаемся смены тренда на нижнем индикаторе. Всегда. Таким образом у нас будет мало сделок на отдельно взятой валютной паре, но мы можем торговать по всем инструментам и легко увеличить количество сделок. Я прекрасно знаю, как вы любите побольше сделок. Хотя чаще всего лучше, меньше, но лучше. для самых экстремалов теоретически можно торговать и на нескольких таймфреймах одновременно по всем парам, допустим, по всем парам торговать на M15 и на H1 и на H4 и на D1, но в таком случае у вас может поехать крыша, поэтому это только для самых-самых-самых экстремалов. А вот в целом какой вам таймфрейм нравится, на таком и используйте эту стратегию на неограниченном количестве инструментов. Правила универсальны. Ну, за исключением внутридневных таймфреймов, где еще раз напоминаю, нужно торговать только Европу и Америку, как только Америка закрылась, закрываем все сделки. С прибылью, без прибыли, неважно, выходим из рынка. Что ж, на этом все, спасибо за внимание, видео записано для сайта tradelikepro.ru С вами был Павел, не забудьте подписаться на наш YouTube канал. До свидания.